Друзья, всем привет! Вы на канале Капитан Крым. Сегодня я вам предлагаю вместе со мной посмотреть, как строится объездная дорога Симферополя на участке Дубки-Леватки. В данный момент мы находимся в точке соприкосновения объездной дороги и трассы Симферополь-Севастополь. Тут строительные работы, работает грейдер, а в том направлении уже уходит объездная дорога. Я думаю, что сейчас мы просто возьмем с вами и по ней проедем. Только на канале Капитан Крым вы можете вот так просто проехать полностью по всей длине новой строящейся трассы объезда города Симферополь. Мы вместе с вами комбинируем нашу экскурсию как с высоты птичьего полета, так и непосредственно проезжая по строящейся автодороге. А также мы будем с вами останавливаться в некоторых точках, которые я показываю на карте. И я вам кое-что буду рассказывать. Хотел бы сказать пару слов об этой трассе. Общая протяженность трассы 9100 метров. Всего будет 4 полосы движения. Две в одном направлении и две во встречном. А вот это водоотводящий канал. Ну, казалось бы, вроде всего 9 километров. А стройка такая масштабная. На самом деле, этот 9-километровый участок не такой простой. Есть большой перепад высот. Есть пересечение железнодорожных путей, автодороги, а еще несколько развязок и та же есть речка. Так что не все так просто. А вот здесь, в районе станции Чистенько, обездная дорога будет пересекать железнодорожное полотно, ведущее из Симферополя в Севастополь. Здесь будет построен мостовой путепровод. А сейчас мы, пока еще перехода нет, мостового, мы переедем в эту сторону и продолжим наш путь. Ну что, друзья, посмотрите, мы уже за железнодорогой. Здесь вы можете увидеть, как ведется отсыпка земляного полотна. Насыпь максимальной высоты доходит до 20 метров. Также есть выемки. Максимальная глубина выемки 30 метров. После формирования насыпь трамбует и она является основанием для дорожной одежды. Так на терминологии дорожников называется многослойный пирог, асфальт. Ну, в общем, там много компонентов. Я думаю, что попозже я вам подробнее об этом расскажу. В проекте строительства заложены все экологические нормы и правила. Трассу строят опытные специалисты. Продолжение следует... Посмотрите, а здесь идет строительство путепровода на участке Чистенькая Трудолюбова. Дорога, которая имеется в данный момент, вот эта старая, разбитая, те, кто здесь ездил, знают, она спрямится и пойдет по путепроводу. Как вы видите, опоры уже практически готовы, а непосредственно сама объездная дорога Симферополя пройдет под ней. Видите, укладывается рабочий слой и готовится монтаж первых балок путепровода. Музыка. 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 Представляете, каким красивым и живописным будет этот участок объездом Симферополя? Музыка. Музыка. Нравится, какиеная curator они построили. Эта компания очень хорошо себе зарекомендовала, и я уверен, что и для Крыма они сделают много хороших и качественных дорог. Посмотрите, какой красивый вид. Для того, чтобы сгладить маршрут, здесь ведется разработка выемки. Грунт, выбираемый из выемки, используется в укладке насыпи. Таким образом, можно сказать, что ведется безотходное производство. грунт с участка объезда Симферополя никуда не вывозится. Еще пару слов хотел бы сказать о том, из каких материалов строится трасса. Все грунты остаются на участке трасс. Просто они перемещаются. Материал для создания асфальтобетона полностью все крымские. Местные материалы доводятся до нужной фракции и используются в строительстве автодороги. Различные сыпучие материалы, такие как щебень, а также цемент, это все полностью крымские материалы. С материка используется только строительная техника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, ну вот мы с вами достигли той точки, где заканчивается участок строительства объездной дороги Симферополя. Это Николаевская развязка. Пока расскажу, из чего состоит, собственно говоря, пирог. На основании геотекстиль, потом на геотекстиль слой 32 сантиметра из высевок. И потом два слоя щебня по 24 сантиметра. А сверху укладывается асфальт в три слоя. В общей сложности 20 сантиметров. Таким образом, получается полная толщина пирога ровно 1 метр. То есть 32, плюс 24, плюс 24, и плюс 20 сантиметров асфальта. Получается метр. Друзья, а вот это асфальтобетонный завод. Он передислоцирован из Новосибирска. И буквально как два дня начал работать. Этот асфальтобетонный завод перекроет полностью потребности строительства объезда Симферополя. Его производственная мощность до 240 тонн асфальта в час. Представляете, какой это объем? Давайте пожелаем строителям успехов, чтобы они все закончили в срок. Я вам говорю огромное спасибо, что вы смотрели это видео. Подписывайтесь на канал Капитан Крым. Обязательно, чтобы не пропустить самое интересное. Ставьте лайки, пишите в комментариях все, что вы думаете. И до скорых встреч на канале Капитан Крым. Привет со строительства объездной дороги Симферополя на участке Дубки-Леватки. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!